27 марта ежегодно в нашей стране отмечается День внутренних войск МВД Российской Федерации. Внутренние войска в наши дни являются основной частью охранной системы нашей страны. А в Калаче-на-Дону такой системой является воинская часть 3642. История создания внутренних войск началась 27 марта 1811 года. По указу императора Александра I в составе военного ведомства началось формирование специальных внутренних губернских батальонов, которые были объединены в особый вид войск – внутреннюю стражу. Времена менялись, шли годы, и вот уже 203-ю годовщину отметили на территории воинской части 3642, дислоцирующейся в нашем городе. Митинг, посвященный этой дате, начался с торжественного вноса знамени. Митинг, посвященный вноса знамени. Товарищ генерал-майор, личный состав бригады, на митинг, посвященный празднованию 203-х летия внутренних войск построен. Заместитель, командир бригады, полковник Кустов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю личный состав бригады, ждем внутренних войск. Ура, ура, ура! Командиры 22-й отдельной оперативной бригады особого назначения генерал-майор Донкович Сергей Павлович поздравил военнослужащих, ветеранов и членов их семей с праздником. Товарищи офицеры, правопорщики, солдаты, сержанты, уважаемые гости, в современных условиях внутренние войска занимают достойное место в правоохранительной системе нашего государства и являются основной силой Министерства внутренних дел России. 22-я бригада как составляющая внутренних войск и один десяток лет стоит на страже интересов Отечества. Благодаря вашим усилиям и добросовестному исполнению войского долга бригада продолжает оставаться одним из лучших в соединении Северо-Кавказского и регионального командования внутренних войск МВД России. Совместно с другими силовыми структурами вы обеспечиваете общественный порядок и законность в нашем государстве. Красной строкой отмечено выполнение задачи государственной важности, обеспечения безопасности и правопорядка в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в городе Сочи. Верность, служение своей Родине, отвага и высокий профессионализм – такие качества присущи нашим военнослужащим. Они и сегодня вписывают золотые страницы в историю бригады, находясь на переднем крае борьбы с терроризмом. В наших сердцах навсегда останутся именно тех, кто ценой собственной жизни выполнил войский долг перед Отечеством. А вас, не вышедших из боя, живы будут помнить вечно. Прошу почтить светлую память погибших боевых товарищей минутой молчания. После минуты молчания к вечному огню возложили венки и цветы. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Поникадная дорога, что создала Страва, не пришедшая в паре И все наши поникли, а когда-то А превратились в белых душами Они на все свои времен, всегда в них И я не подаю нам голоса И не подаю нам часа и печали Мы заполняем, глядем универсал И не подаю нам часа И не подаю нам часа И не подаю нам часа Мы из дома в мире И в том строительстве Пронежу нам Ведь может это место для меня И не подаю нам часа Оставил на земле Мне кажется, дай, что солдат Страва и пришедшие поем-поем И земли наши погибли тогда-то А превратились в веры журовые Именно такие люди, способные взять на себя ответственность за мир и покой, являются гарантом возрождения славы нашего Отечества Продолжение следует... Продолжение следует...